так давайте посмотрим отличается ли китайский crown и это позор я думаю им с этим на что-то делать дизайну у меня нет вопросов дребезжит я не хочу засадить эту тачку за расположение руля плюс миллион почему так кто-то может ответить на этот вопрос и оу наконец здесь нормально собраны и никто не понимает это вообще это что за машина друзья привет это отдельный обзор на под бренд от toyota они выделили crown в отдельную автокомпанию toyota crown и у них три модели toyota crown тот который кроссовер этот который седан которые продаются вот сейчас прям на аукционах японии они здесь есть на левом руле потом здесь есть toyota crown клюгер вы представляете кроссовер тот самое легендарное авто его возродили и он здесь продается в обновленном виде на гибриде со значком crown на решетке сейчас пойдем смотреть и toyota crown был fire это тот знакомый нам был fire по нашим обзором по японии это кто не знает что это за машина это альфард немножко в другом визуале немножко другая передняя часть ребята в общем у крауна у компании crown здесь три автомобиля представленная сейчас мы посмотрим посмотрим на крауна левом руле вы понимаете на левом руле мы в китае и это все нужно вывозить в россии вот сейчас посмотрим что за опции как это все выглядит как значки короны смотрятся на других автомобилях не на крауне которым мы привыкли пошли смотреть друзья ну что начинаем давайте с самого гвоздя программы это у нас crown кроссовер и самое главное что он левом руле для рынка китая смотрите у нас окрас да вот такой я называю шоколадкой смотрите подобный окрас вот видите у него черный капот черная крыша черная крышка багажника ну в общем такой двойной цвет это опция то есть вообще в базе вот там беленький стоит на улице он в обычной комплектации у него чисто белый цвет так давайте посмотрим отличается ли китайский crown от китайский потому что продающийся в китае отличается ли чем-то от ручки обычные так чем тут за колесики proxess sport то я японская резина так 225 55 на 19 ну вроде все качественно тут собрано так форточки у нас остались как 222 конечно же в живую праворульные аудиостоки мне интересно отличие китайской версии для китая и японской так ну красиво стильность мне очень нравится я не берусь суди тони тони прочее потому что все таки вот мы в шанхае мы что на дороге какие автомобили катаются и все таки все как бы в знаете такое что там больше в кроссоверы то есть там теслы в основном катаются кроссоверы по дорогам катаются кроссоверы потому что но вообще рынок в принципе требует кроссоверов покупатели считают их удобнее то что можно там что-то перевозить больше воздуха в салоне у тебя выше клиренс там и прочее прочее вот поэтому как бы я вообще не беру судить правильно ли они делают мне нравится то есть я смотрю и я понимаю то что компания все-таки делать бизнес и они ориентируются на спрос поэтому как бы у меня вообще нет замечаний дает crown оптика какая-то очень матричная лазерная какая-нибудь ничего не указано потому что там у многих китайцев там стоят матричные фары давайте ну прям необычно ты садишься за левый руль а у тебя корона так ну что но руль отличается от рав 4 согласен так удобненько вот эта вот штука да знают это вот удобно сделано но он и здесь он заряжается у нас так ну честно говоря он будет отходить так окей монитор к сожалению нас здесь не включается здесь все машины без ключей обновленная мультимедиа но мы видели куда просто на голову круче в китайцев потому что я вот такие вот мониторы стоят там топовый android топовая прошивка у тебя показано вся стата навигация мультимедиа вообще все что хочешь у тебя в этом мониторе здесь конечно тойоте еще надо поработать над этим потому что как бы ребята кто продается вокруг но в китае то есть у них это все покруче поэтому хоть они занимают третье место по продажам в китае у них на счету 11 миллион восемьсот пятьдесят тысяч продаж за 22 год новых машин они на третьем месте но как бы чтобы не терять позиции я думаю им с этим на что-то делать потому что здесь очень много крутых машин в плане мультимедиа и вот что делается в салоне потом смотрите вот этот джойстик до джойстик но можно сделать более стильно потому что китайцах очень много джойстиков и они просто есть шедевры вот это прям искусство было применено при разработке джойстиков очень много физических кнопок ну потому что у нас тойота вот у нас печка вся на кнопках они идут этим своим путем опять же я за кнопки физически но я понимаю то что вокруг все бренды делают только сенсоры то есть у тебя остается три физическом но там селектор там парковка и аварийка все остальное тебя в сенсоре печка вообще все открытие даже багажника там открывается сенсора хорошо ли это плохо не знаю просто просто мысли о том то что делают другие автопроизводители вокруг мне нравится больше кнопки так окей у нас смотрите у нас здесь люк и это позор это обычный люк когда все тоже вокруг делают панораму здесь надо делать панораму а здесь стоит обычный люк то есть в китае у тебя даже он вчера были в черри это вот эти вот тига там если там вы не знакомы с китайскими брендами там обязательно посмотрите ролик если он уже вышел эта машина масс-маркет у них везде панорамы у них везде стилевые мониторы все круто ну они на это делают прям акцент безусловно украина история безусловно у него топовые технологии под капотом который очень долго там проживут очень ресурсные моторы но про вот это не надо забывать надо делать окей идем далее так ну сиденья такие полу спортивные перфорированная кожа ну как бы там проекция все есть музыка джебель ну вроде нормально но вот есть вот знаете вот 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 это вот вот это вот что вот у китайцев такого нету не трясется ну легкие смотрите он просто вот как падает ну а в китайце то есть у тебя он плотно сидит ну сборка топовая просто и вот так вот четко закрывается здесь ну он просто как ну вот я не знаю слышите звук потом вот это вот это вот что извините ребят извините ну как бы как бы как бы ну вот здесь вот ну то есть дверь пустая вообще как бы китайцы собраны получше я вам прямо скажу кроме багажник сейчас глянь я не хочу засадить эту тачку это это и у японской тойоты то же самое но ну хочется чтобы у японии эталона качества было все круче ну как бы ну хочется мне но к сожалению я вот смотрю и вот есть но вот вот это вот провисающее но вот это вот что такое что это вот и китайцев сделано здесь два кармана один большой вот ну вот это вот эта часть она натянута то есть она не болтается как сопля два тайп си тут у нас ничего нету на управление мультимедиа нету панорама нету но все развлекаться не на чем вот вот эти сетки у китайцев сделаны то есть тут какая-нибудь алюминиевая классная панелька ну такие ну прям рисунок сделан ну вот вот есть над чем поработать еще просто черный с вот этим вот бронзовым цветом очень круто потом смотрите как а кнопки нету кнопки нету кнопки нету закрытия это crown и стоит он не дешево ну по меркам китов по меркам китайских машин которых мы видели ну как бы везде кнопки ну там батарея понятно ну багажник большой так как у нас кроссовер 10 у нас находится но безусловно есть клемма капотом все и ты руками вот так вот бахаешь интересно в общем ребят ну надо поработать дизайну у меня нет вопросов все классно собрано вот салоном надо поработать первое надо мультимедиа но что-то подтянуть сборку надо подтянуть материалы надо подтянуть с этими джойстиками селекторами надо подтянуть вот такие вот элементы но что у тебя люфтит бардачок пластик надо подтянуть но так ну как бы хорошая машина классно с истории с короной но есть момент и это происходит и на правом руле и но их собирают в японии потому что 210 еще собирались здесь в партнерстве с компанией фав потом фав но почему-то они перестали собирать экраны и вот это все едет из японии то есть собирается японскими руками почему так кто-то может ответить на этот вопрос инженеры дает вы с нами напишите пожалуйста комментарии но либо ваши мысли почему так почему так почему там ну что-то вот так вот дребезжи и почему да да а вот что думали так смотрите что у нас по моторам какие технические версии то есть в японии у них 2 5 мотор 186 лошадей гибрид полный привод планетарная трансмиссия все и ну появилась новая версия мотора которая идет и в лексусе но тоже много куда будет ставиться и на последние там хайлендеры будут ставится это 2 и 4 на компрессоре 272 силы гибридная установка на 61 киловатт и 6 ступ и автомат не планетарка вот это интересно и они здесь поставляются точно такие же в общем точно японская копия только на левом руле вот поэтому технически у вас все то же самое это опять же к вопросу о том то есть если вы купите именно лево рульного крауна и будете его обслуживать в россии и там будете переживать за то а вот резинки а вот походовки что там прочее все найдется потому что эти крауна уже есть в россии все можно заказать с японии тем более это японская машина поэтому даже если какая-то модель не продается в японии все равно запчасти на нее можно заказать у ребят которые занимаются запчастями не в наличии так под заказ так что по ценам на легенду на левом руле 369 тысяч юаней это у нас будет 2 и 5 версия на 186 лошадей 2 и 4 будет подороже и их вот их прям надо поискать есть бы ушка в общем можно можно найти найдем вариант 369 тысяч юаней без скидки то есть там но за 350 за 340 можно его купить смотрите это 4 400 у нас стоимость 4 400 это стоимость китая плюс доставить плюс растаможить ну где-то 6 500 6 500 новая машина будет стоять в россии растаможенная с полным пакетом документов когда японца можно завести где-то праворульного 2 и 5 точно такого же 5 400 5 500 сейчас то есть на миллион дешевле из-за руля тоже новая машина там пробег 1000 будет то есть там обкатку прошла вот поэтому выбирать вам такие же в японце такие же нюансы будут то есть там где-то бардачевочек будет люфтить все то же самое поэтому как бы выбирать вам то есть за руль за расположение руля плюс миллион но из японии такие знаете стартует 5 400 5 500 пошли дальше в бренде как я и говорил у нас три автомобиля toyota crown кроссовер toyota клюгер и toyota crown will fire мы сейчас будем смотреть клюгера это та машина которая была там в конце 90-х в начале двухтысячных это была культовая модель у них стояли трехлитровые моторы эта машина конкурировала с харьером там стояли один мз 3 литра и там другие версии моторов это была культовая тачка ее завозили и распилами в общем клюгер его прям любили в россии вот и они как бы возродили его уже в бренде crown давайте посмотрим как он выглядит то есть там такая решетка радиатора фары все это про классику эта машина классический кроссовер но вы знаете я вам скажу так то что в китае когда у тебя автомобили знаете с узкими фарами это делать и местные бренды и делают бренды кто поставляет на китайский рынок то сейчас идет больше акцент на футуристичность ну то есть на какие-то более свежий взгляд то есть у тебя какая-нибудь вот такая вот узкая бровь ледовская у тебя вторым этажом такая узкая фара там у тебя ну вот как у ли допустим у них там идет вот такая моно монодиодная панелька тоненькая которая там габарит основной то есть и фара ниже но вот это свежий взгляд здесь абсолютная классика ну как бы окей но я бы конечно тоже бы посмотрел бы на месте тойоты вообще что они делают и платним не судить ну хочется знаете знаете получить отцов всегда надо так стопы стопы у нас перекликаются с 570 так ефа limited но внешность внешность знаете на любителя то есть вот в америке такое любят в ну в китае как бы ну такое особенно в шанхае где ну то есть тут все тут они короли леда китайцы короли леда то есть и хочется чего-то чего-то космического возможно это мое мнение и на самом деле продажи сами говорят за себя по клюгерам к сожалению нету информации как они продавались 20 году окей что по техничке у нас идет только 2 и 5 мотор на 190 сил плюс гибрид плюс plant ран планетарная трансмиссия у нас есть версия на переднем приводе и есть его то есть сзади стоит моторчик который крутит задние колеса окей пошли смотреть салон я даже еще ни разу не залазил давайте глянем тогда всегда приходится отодвигать сидушечки так ну вы знаете ли неплохо я вам скажу так физические кнопки сразу бросаются глаза так руль у нас похожий на ну собственно говоря уже корона поэтому на что похоже тот руль 5 километров пробег у нас приборка такая же как у крауна джибель головное устройство тут всякие навигации будут так подогрев все физическими кнопками печка физическим здесь вот тумблеры так ну что у нас один юсбишник 2 тайп си бардачок ух ты как он как он как он вот это вот вот как он это делает а как вот это туды-сюды вот это вот не это просто очень классно а вот это что такое что кое-что такое ладно видели и более стабильная так вот здесь пластик почему не резина а вот здесь здесь ткань какая-то ладно зачет это что такое то мусор какой-то доставать наверно или что не знаю в общем удобно нишу мне такое нравится мне всякие вот такие драйв мод они вот делают вот такими рычажками и оу наконец-то панорама годно еще и вот наполовину открываешься к ну наконец-то привет сергей в ну как бы не хватает вообще но я вам скажу в тойоте не хватает этого наконец-то панорама и вот люк у тебя вот такой здоровый наконец-то вот это уже свеженький взгляд так черный потолок сиденья такие как бы ковши образы но не ковши потому что в китае любят ковши везде ковши в китайцах везде ковши поэтому широкоформатным людям ну то есть надо еще примеряться на самом деле то есть ковши не всегда это как бы классно потому что там как бы вот так вот но в пробке в ковшении сделаешь тебе просто вот это участие на тебе дают спину и приходится ровно сидеть а вот нет да вот так чуть расплыться там в пробке едешь такой быстрее подоехать вот поэтому есть нюансики тоже так что у нас все джебель да так но но в принципе спорт норм эко 190 лошадей тоже все play почему пластик почему пластик бархат надо чтобы не гремели монетки и пультики всякие давайте затестим так у нас же тут у нас же тут сколько у нас мест получается 8 нет так подожди здесь 3 сзади 3 ну до 38 получая но хотя наверно все таки сзади для двоих и вроде бы это а ну да у них даже знаете в каталоге 7 мест но ничего в россии будут под 8 использовать вот это было вот это было по-хамски а чё рычажка нету и как вот вот подвигать ну ладно лицом иногда приходится это дело так своя печка два тайп си подогрев продува нету а вот в гранвии допустим там продув был а здесь нет панорама вот все самое веселье это панорама дверь тяжелая нормальная хорошая ну нормально собрано здесь нормально собрано все хорошо хорошо пошлите смотреть цену так смотрите двести семьдесят семь тысяч это у нас старт за базу так это у нас там три сто три двести это у нас себестоимость китая доставить его растаможить в россии где-то там четыре триста четыре пятьсот самая топовая то есть ну вот это у нас топ с панорамой тридцать пятьдесят две тысячи юаней то есть это там четыре сто четыре двести и он будет стоить где-то в районе пять пятьсот пять семьсот новый краун клюгер нет тойота краун клюгер вот такое вот полное название этого автомобиля так ребята ну что у нас третий автомобиль это toyota crown will fire но его нету его нету здесь но это та же самая тридцатка самая последняя рестайловая у нее значок крауна тоже как вот здесь у клюгера сделал но это тот же самый волфайр который нам знаком по правому рулю который знаком нам по японии эти автомобили я здесь не видел волфайра мы просто видели но конкретно прям вот от когда он стал под брендом crown продаваться к сожалению мы не видели тот же самый волфайр но судя по тому там какие опции вот здесь какие там опции в крауне то есть в обычном кроссовере ничего не ждите то есть купить себе там леворульный волфайр но и заплатить за него чуть больше денег чем просто за альфард двадцать четвертом году кстати они покажут вообще на новой платформе новый альфард вот на него имеет смысл обратить внимание но вести себе из китая волфайр ну не знаю я бы взял бы с японии бы наверное право руль но если вам нужен левый руль и вам именно нравится волфайр ну надо брать тем более все таки знаете в москве едешь на волфайре на левом руле а у тебя значок корона и никто не понимает это вообще это что за машина это вроде бы альфар да не альфар что-то оптика другая либо другая а что это за машина немножко еще с московским акцентом так друзья в общем напишите в комментариях что скажете вообще почему toyota так сделал почему она выделила crown в отдельную под бренд свой там три автомобиля почему она выбрала возродить именно клюгера почему его может быть какую-то другую модель надо было ваше мнение я считаю это уже устаревший дизайн более классический на рынке китая нужно что-то делать более свежая более космическая тоже напишите ваше мнение вам вообще как подобный дизайн по сравнению с теми машинами которые мы вам уже показали на нашем канале из китая напишите ваше мнение вообще в общем что в голове после этого выпуска напишите пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал у нас будет еще много видосов из китая а если прощаюсь пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт выборе качественного автомобиля